Союза художников выиграла грант Министерства культуры Российской Федерации. И грант этот называется Сибирь в Первой мировой войне. Это не просто тема, это не просто вот прихоть какая-то. На самом деле в последнее время, в последние годы очень серьезно интерес государства и власти соотносится с той историей, которую прожило наше государство. История непростой, история, которая складывалась совершенно по-разному и трагически, и героически. И, конечно, я думаю, что только в Красноярске возможно была реализация этого проекта, потому что действительно член Российской Академии Художеств. Александр Евгеньевич Клюев. Это Анатолий Чуковский. Да, чуть-чуть. Александр Анатольевич Клюев. Не просто удивительный, замечательный художник, он еще и настоящий гражданин. Человек, которого волнуют эти темы, волнуют темы и огромных просторов нашей страны, нашей Сибири. той жизни, которой проживает наша страна, и той истории. Одна из его выставок «Мой век» на меня лично произвела очень большое впечатление, потому что эта выставка была как такой низкий поклон тем людям, которые прожили свою жизнь, которые строили, которые воевали, которые погибали. Может быть, они надеялись на то, что жизнь в нашей стране будет другая. И своим детям они говорили, их завещали, что их судьба – это жизнь при коммунизме. Сейчас мы понимаем, что, может быть, это была просто мечта, яркая, светлая, но, к сожалению, несбыточная. Сегодняшняя выставка – это очередной большой и, на мой взгляд, очень серьезный отчет художника о том, как он переживает внутренне вот эту тему. Действительно, тема глобальная. Не только Министерство культуры Российской Федерации и военно-историческое общество поддерживает реализацию этого проекта. Проект будет показан в трех городах. Сегодня мы открываем выставку. Она до 28 октября будет проходить в стенах Союза художников в Красноярске. Затем эта выставка приедет в художественный музей в город Новосибирск. И затем она будет показана в городе Омске. Я думаю, что это очень важно и в том смысле, что большинство из молодого поколения, представителей молодого поколения, оно может знать об этой истории в лучшем случае из интернета, в лучшем случае из каких-то, может, обрывочных сообщений, которые можно где-то найти и прочитать. И очень долгое время эта история, она вообще замалчивалась. Это сейчас. И президент наш открыто заявляет, что это были герои. Герои Первой мировой войны. Они защищали отечество, они защищали свободу, они принесли мир народу. Вдруг, неожиданно, и я думаю, что, наверное, это все-таки веление времени, история начинает снова открываться в той полноте, в которой она на самом деле существовала. И я уверен, что эта выставка, это как такой маленький шаг к тому, чтобы мы не остались безродными в своей стране. Очень плохо, когда свою историю забывают, еще хуже, когда ее не знают вообще. И как раз вот это сегодняшнее открытие, это может быть один шаг к тому, чтобы люди, которые живут в нашей стране, они любили и гордились своей страной. Это очень немаловажно, потому что эта страна дает возможность нам и жить, и развиваться, и творить. И замечательно, что это происходит при поддержке власти, потому что большие и серьезные проекты, как, наверное, многие уже знают, они практически не могут быть реализованы, если не поддерживают власть, если не поддерживают культуру. И я хочу поздравить Александра Анатольевича. Дело в том, что это 60-летний рубеж, и он к нему подошел с таким огромным подарком для всех нас, Александр Анатольевич. Огромнейшее вам спасибо. Всеми именами Министерства культуры Красноярского края. Заветит Министр культуры зацепен Игорь Сергеевич. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Позвольте вас поприветствовать от имени Министра культуры Красноярского края и Раву Целёной Пасниковой. Позвольте сказать слава, благодарность, большую благодарность Александру Анатольевичу за такой весомый вклад в развитие не только культуры, но и развитие патриотизма, развитие истории края, развитие истории России. Действительно, о чём говорил сегодня Сергей Евгеньевич, развитие патриотического воспитания, патриотических чувств у подрастающего поколения, в первую очередь. Это одна из приоритетных задач сегодня политики Российской Федерации. И в преддверии выставки в рамках 80-летия Красноярского края, в преддверии большой крупной выставки краевой, сквозь времена и события, которые относятся в Красноярске 20 ноября, там, в ДЦ Сибири, это как лобозор того, что вы увидите там, там вы представлены более 300 работ. Все мы знаем, что следующий год – это годовщина, большая годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. И история России, история нашего края, история малой Родины, история каждого человека, она изображена в полотнах Александра Анатольевича. Спасибо вам большое, это другого стоит. Спасибо вам за то, что вы стояли. Мы находимся практически в центре этой Сибири и Красноярск, как огромный регион и сам город, он, естественно, тоже участвовал в этих событиях. Это очень важно, чтобы и красноярцы знали свою историю, знали своих героев. Мы делали несколько проектов, и некоторые из них, конечно, произвели впечатление того, что мы не знаем не только какую-то близкую историю, а уж историю давнюю и вообще. И, конечно, очень правильно было сказано, что понимание патриотизма, оно может быть только воспитанным. С ним нельзя родиться патриотом или героем. Если человек не гордится своей Родиной, если человек не гордится тем местом, в котором он живет, вряд ли возможно вообще появление этого патриотизма. Я бы хотел, чтобы несколько слов сказал начальник главного управления культуры администрации города Красноярска, Саня Валерьевна Мулашкова. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, вот такие красивые даты и столетия с вами Первой войны, и 60 лет нашего дорогого Александра Анатольевича. История. Действительно. А кто пишет историю? Конечно, не будет. Александр Анатольевич, позвольте вам сказать искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше особое восприятие жизни. Сегодня мы могли увидеть эту замечательную выставку. Огромные слова благодарности и поздравления прислал по телефону председатель отделения РАОС и Гереда Востока Анатолий Павлович Левитин. И попросил от лица Академии сказать приветственное слово действительному члену Российской Академии художеств Герману Сафадимовичу Пашту. Поздравляю вас с выставкой, замечательной. Мы его творчество знаем не первый год. И вот в течение 25 лет мы общаемся и видим, как он буквально растел. И вырос, видите, как до 60 лет. И желаю еще столько живого. Краснодарского края. И, конечно, это серьезнейшая задача к такому юбилею подготовить за 100 лет. Следующий год это год юбилея победы в Великой Отечественной войне. И благодаря таким людям, как Геннадий Леонидович Рукша, был организован проект в той форме, которая существовала тогда, когда наше государство еще не распалось государственного заказа, будет проведен конкурс на создание проведений, посвященных этой теме. Конечно, для многих художников молодых она может быть не настолько близка. Дело в том, что за последние годы из жизни ушло в нашей организации, в том числе, очень много больших, достойных мастеров, для которых эта тема была темой для творчества. Александр Анатольевич не только талантливый живописец и мастер, он еще и преподает в нашем художественном институте. И еще и проводит пленеры. И еще много ездит со своими студентами. И, конечно, удивительно, что его хватает на все. И когда зашел разговор о выставке, он говорит, конечно, мне будет мало одного зала. И надо оба. А в Новосибирске мне нужно будет целый этаж. Художественного музея. На самом деле, конечно, наши залы, они камерные, они маленькие. Они, может быть, не вмещают всех работ, которые художнику хотелось бы показать. И когда начинается экспозиция, как правило, треть работ уносится в мастерские или вывозится в мастерские. Но я думаю, что вот эта выставка, она не просто такая цельная, не просто она яркая. Она как такой один большой сгусток, такой настоящий, позитивный, хороший, добрый энергии. И я хотел бы попросить сказать несколько слов ректора художественного института, действительно члена Российской академии художественного. Александра Александровича, пожалуйста. Коллеги, дорогой Александр Анатольевич, в коллективе художественного института Александра Анатольевича ведут за его ценность, за его талант. Прекрасный профессор. Видишь, что он замечательный художник. Его окна традиционно были художны, прекрасны последними. То есть он уходит позже всех и приходит, наверное, раньше всех. Я бы хотел попросить сказать несколько слов Елену Юрьевну Худоногу, почетного академика Российской академии художеств. Елена Юрьевна. Во-первых, я хочу поздравить Александра Анатольевича того, что действительно... Пожалуйста, потише, если кто-то хочет пообщаться, можно сходить в соседний зал. Я думаю, что в контексте сибирского искусства он достаточно уникальный явление. Очень хорошо помню, когда первый раз увидела на выставке работы Александра Анатольевича, и у меня вот это ощущение света и какой-то политики особой, присущей на русской признанной живописи, вот оно просто впечаталось. Потому что, ну, сибирская школа живописи, она немножко другая была. Она все-таки более монументальная, более эпическая. А тут что-то было очень тихое, муковое, такое, светоносное. И вот этот внутренний взгляд, внутреннее ощущение Отечества, оно вообще присуще художнику. И оно присуще именно из внутреннего какого-то структурного такого чувства русской культуры. Потому что Александр Анатольевич вообще редко такое исключение не сказано. Он очень образованный человек, очень образованный. Он прекрасно знает литературу, поэзию, музыку, философию. Он хорошо ориентируется и понимает русско-религиозную философию. С ним очень интересно на эти темы разговаривать, хотя он не очень разговорчивый на эти темы, вообще ни на какие темы. Но даже по отдельным реприкам, когда он говорит, я чувствую, как настолько глубоко он это все понимает и любит. И вместе с тем он как бы рассматривает это в контексте большого пространства культурного. Не то, что это Сибирь, не то, что это вот только узкое такое вот замкнутое Отечество, а это как бы в космосе вообще мироздание. И вот этот космический такой взгляд, целостный взгляд, он собственно говоря и создает особое напряжение его работам. То есть при всем том, что они камерные, мягкие, пластичные, это чувствуется, что это микромир, это микрочастица огромного пространства, которое называется мировой историей, мировой культурой. И мы часть этого пространства, вот с этого начинается ВИЧ, ощущение Отечества и патриотизма. Оно начинается не с лозунгов, не с дат, а с того, что ты понимаешь, вот эта пылинка, это твоя память, это твое детство. Ты можешь эту пылинку, так сказать, вписать в планетарное пространство, потому что вот я, когда приезжаю куда-нибудь, я думаю, вот что-то не то, вот что-то вот не так. Вот хорошо, красиво, Виталий, но вот что-то вот не то. Потом я попадаю в Сибирь, в Хакасию, выхожу в полях и чувствую запах полыни степной. И я понимаю, вот это вот и есть Отечество. Потому что Отечество это запахи, это вкусы, это свет, это тень, это жужжание мух. Это то, что в кинематографе в русском очень хорошо почувствовал Тарковский, ранний Никита Михалков, вот его фильм «Обломов», он строится на запахах, на звуках. И, заметив, такая тематика очень, в общем-то, трагичная, но сколько в ней тишины. В ней есть такой, знаете, глухой реквием. То есть вы не вглядываетесь конкретно в каждое лицо, а вы как-то, знаете, как мираж, как тени такие проходят, и вы понимаете, что вот это все включено в вашу память. Вот я думаю, что это главное достижение художника, когда он не заставляет вас погружаться там, рассуждать о содержании, а когда он заставляет его почувствовать, почувствовать на таких тончайших ощущениях, нюансах звуковых, которые, в общем-то, и создают вот это пространство, пространство нашего Отечества, пространство нашей истории. Вы знаете, 1914 год был знаменательной датой, потому что, я очень люблю поэму Безгуро и Анны Ахматовой, и она четко, точно, трагично вот этот ритм уловила, а по набережной легендарной поднимался, не календарный, настоящий 20 век. Вот 1914 год, с него начался 20 век. Драма 20 века, которую мы сейчас должны осмыслить, чтобы не повторить ее. И это самый главный урок Первой мировой войны. Спасибо вам всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одной честь. Я не хочу, чтобы это затягивать, но я хочу его один эпизод из своей жизни оформить. Был 1974 год. Да, 1974 год. Мне 20 лет было. Я был у бабушки на камикулах в Урдури, и вечерами ловил музыку, барабель, телевизора у нее не было. И я поймал голос Америки, и там сказали, что сейчас будет читать свой роман август 14-го, автор Служеницы. И я ночами слушал этот роман. И мечтаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, что пришли. Рады видеться замечательно. Спасибо большое за внимание, что вы тут у вас отвлекли. Многословие вам многословие. Всем дай Бог здоровья, памяти хорошей, работоспособности, жизнедеятельности, успехов, счастья. Близкие и родные ваши все процветают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И хочется всех нас поздравить с такой замечательной, действительно, очень серьезной и очень нужной выставкой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok